Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Бухалыча и у нас в инвентаре вот такие вот штучки. Это все нам позволит сделать сегодня увлекательный приключенческий такой блокбастер. Это будет у нас сначала. Мы будем убивать слепого охотника для того, чтобы добыть достаточно большое количество 10 красных талонов. И открыть ящик за красные талоны, также за оранжевый. Потом быстренько залатаем дискетку с координатами. То есть сегодня у нас делов много. Первое, что надо, это активировать бункерец Альфец. У нас сегодня пароль 10270 и опускаемся внутрь, вниз. Первым делом, конечно же, не хотелось бы сбивать сразу же все, что у меня тут накопилось. То есть вы понимаете, что как только я активировал протоколы защиты, простые этажи мне уже не будут доступны. Но, тем не менее, сейчас мы это все будем делать. Итак, заходим в комнату инженера. Сразу же активируем дискету с координатами. Это нам нужно, чтобы появилась локация, на которой можно сделать ветер, залутать крутейший ящик. Также мы активировали протокол защиты, что, ну, ты 10 уровень дискеты, мне там говоришь, я уже давно дискеты у тебя не обменивал. Получается, у меня и так дискет хватает с рейдом. Ну, в последнее время, конечно, уже рейды не те пошли. Бегу на гранатомета. Почему бы и нет? Херандок убили. И я так понимаю, что пора, пора нам опускаться в логово слепого охотника. Расторабанить ему. Вскрыть ему череп и быстренько залутать все, что нам нужно. А нужно нам 10 красных талонов. И чтобы открыть в мункере альфа ящичек за красные талоны. Так. Ждем мега крутую загрузочку. Блин, голод жарда. Вот за это я, конечно, не подумал. Это может сыграть с нами плохую шутку. Итак, ребят, на почте я нашел всего лишь 10 стайков. Надеюсь, где-то здесь еще нам встретится что-то наподобие какого-то мяса или бобов. И мы продолжаем. Продолжаем. Уничтожаем первых зомби, которые здесь находятся. Вы помните, что после активации протокола защиты у этих зомби в 2 раза больше защиты. И мы наносим им в 2 раза меньше урона, естественно. Это позволяет... Блин, еще эти промахи. Да, что ж такое. Вы смотрите, даже если одиночными стрелять... Так, отбежал, выстрелил. Что-то такого рода делать. Я просто не знаю. Ну, это просто жесть. Выстрел, у них пол М16. И у меня сколько такое количество промаху? Почти с половины я промахнулся. Взял, конечно, с базы все то, что у меня надбитое. Но не все, конечно, надбитое. Вы видите, у меня тут есть и ВСС, и на вид, и разрушитель 2, мачете. Ну, калаш такой я все бы побрал. Думаю, будет интересно таким оружием пострелять. Давненько мы этого не делали. Сейчас мы залутаем этот ящик в связи с тем, что... О, вода и еда нам очень нужна. Очень нужна еда, вода. Так, ну, а здесь, я так понимаю, можно, конечно, влупить со спины в режиме стелса. Попробовать аккуратненько вот здесь стеночки пройти. И нанести критический урон вот этому токсическому зомби, который полуспящим. Я когда-то говорил, что, ну, я еще ни разу не пробовал, не видел, когда, возможно, вообще ударить слепого... О, и кислотных вот этих зомби со спины. Но именно в бункере Альфа они такие же, как и все остальные зомбяшки. Так, ну, конечно, модернизированная эмочка. Немного меньше. Мидсайд. О, 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 пацаны, вообще, ребята, эти паразиты очень серьезно наносят урон. Так, сейчас кислотные, кислотные. Токсические зомби, вот эти, если вы их встречаете на глобальных локациях, просто на локациях, их вообще никогда я не убивался в режиме стелса. Они постоянно первые агрятся и как будто знают, с какой стороны вы подходите. Конечно, разрушитель отличное оружие, но прочности у него, конечно, не особо много. Прочности маловато, но зато урон здоровенный, уродище. Теперь можно взять что-то, нашу М16, воды еды теперь не хватает, ура, ура. Эту бутылочку даже можно удалить и, конечно же, отбить еще кучу токсических зомбяшек. Я бы не знаю, я бы, например, назвал их кислотными зомби, потому что они реально как будто с кислоты. Почему токсические, токсические, ну, они, ну, бог не знает. Сейчас мы отбиваем очередных зомби, лутаем сверх редкий лут, который находится только на хард-режиме. Я уже забыл, что такое фармить хард-режим в связи с тем, что дискетки попадались мне на рейде и достаточно мне было просто ходить активно на рейды. У меня было все. Теперь я понимаю, что придется опускаться и в бункера, и везде, потому что на наших рейдах больше дискеток не будет. Но, по крайней мере, так написали нам. Первое, что мы возьмем, это подпалим этого слепого охотника. Пускай горит единичка урона, пускай гори-гори ясно, чтобы не погасло. Вообще, тактика у нас будет убиение слепого охотника сверх. И теперь гарантаем. Бам-бам. Ну, давайте пожалеем его. Подпалить еще разочек. Так, по-моему, 700 хп этот бродяга пойдет хилиться. Разве не так? Воу-воу-воу-воу-воу, пацан. Хорошо иметь надбитый гранатомет, а еще лучше иметь ненадбитый гранатомет, ребят. Попробуем еще раз подпалить нашего, конечно, слепого охотника. Высадив в него вообще мега много вот этих ракетниц. Пускай горит и, естественно, воу. Ну, теперь можно взять что-то получше. М-очку дострелять. Ты что, хилиться пошел? Не-не-не, мы так с тобой не договаривались. Просто издеваясь убиваем слепого охотника. Не знаю, бронеспецвойски с большими аптеками и с запасом хороших оружий. Это сделать не так уж и тяжело, если честно. Ну, а так он горит намного лучше. Конечно, горение вот это продолжается очень долгое время. Давайте выстрелим и ракетницу по нем. Всю прочность ракетницы убили. Теперь калашик нам в помощь. Быстренько, быстренько. Забьем зверя, пока он... Вау! Зажал просто нереально промахов. Я вообще в шоке. Как ухудшили оружие автоматически, которое стреляет. Ну, типа М-16, Скорелли и всего такого. Потому что, потому, ребят, ну... Промахов неимоверно большое количество. Так, даже кости выпали. Трофей? Ну, можно таки сказать, редкий. Я где-то читал или где-то слышал, что даже кости выпадают с яростных гигантов. Но нужно иметь очень большущее везение, чтобы выпали кости нам. Конечно, в хард уровне этот шанс увеличен немножечко. Но, тем не менее, мы можем получить кости даже вот в таких вот яростных гигантах. Картка вот этот, который бьет через стенку, особо не обладая никаким интеллектом и умом в связи с тем, что, ну, бьет стенку. Нормальный мужик. Сейчас мы откроем в бункере, конечно же, наши ящики. Быстрейшим образом. То есть, оранжевые, красные. Красные нормально, нереально. Ну, и, естественно, красные, оранжевые. Теперь пробуем, конечно, выбить бензобак, который, в принципе, мне уже не нужен. Мы видим, что здесь с этих броней немножечко какого-то лутца. А вот здесь вилка от чопера. Вилка от чопера стала падать в разы чаще. Я понимаю, что нужно оставлять здесь на всё. Потому что, потому, подниму-ка я всё наверх с оружия, да. И оставим тут то, зачем ещё раз опустимся на этот этажик. Так что здесь мы можем ещё взять. Ну, давайте аптечки ещё заберём, которые и тут, и тут имеются. Взять всё. Пензолин. Ну, в принципе, всё, я думаю, мы забрали, что можно было бы забрать. Ну, чтобы лишний раз не спускаться сюда, не ждать загрузочек. Конечно, наверху всё оставим и пойдём, не забудем залатать дискетку обязательно. Сейчас отдадим всё то, что мы навоевали во время убиения слепого охотника. И вот так вот это всё, как процентов 15 шкалы мы загрузили. Я понимаю, что этажа полтора нужно пройти, чтобы дискету получить. Плюс слепой охотник. Плюс рейда. На рейдах тоже попадаются часто такие прикольчики. Ну, а мы сейчас будем смотреть, куда выложить лучше весь лут. Чтобы максимально разгруженным пойти на лут, а не дискетку с координатами. Так, ребят, хотел бы я показать один прикольчик, которым пользуюсь совсем давно. Если вы начали недавно играть, не торопитесь забирать лут с зомби, который находится в бункере. Вот сейчас я использую очень хорошо. Труп этого зомби, он мне исчезает. Именно в бункере. Альфа. Уже давненько он лежит, и я давненько в нём храню всякие полезные мне вещички. Это тоже мы заберём. То есть, бензин, естественно, мы заливаем в чоппер. А вот то, что, ну, можно так сказать, временно лишнее у меня, я оставляю здесь. Входим на глобальную локацию. И на карте ищем то место, где можно залутать ещё более редкий уникальный лут. Надеюсь, это будет заражённый ящик. Это в заражённом ящике намного больше лута. Хотя, я вам скажу, что не всегда лучший лут в заражённом ящике, чем, например, в простом чёрном. С надписью ARMY у меня уже не раз выпадал в простом ящике намного круче лут. Или, например, наоборот. В заражённом ящике выпадал какой-то фуфлемицин, а не лут. Который похож был на в разы хуже лут, чем с ящика чёрного с надписью ARMY. Заходим в эту территорию, локацию, даже не знаю, как это назвать. И обязательно лутаем это всё со всей силы. Нужно максимально забрать всё, что здесь есть. Конечно, я хотел бы, чтобы здесь и броня спецвоист была, и всё, что с этим связано. С ВССом это будет сделать не совсем легко. Тяжело, ребят. Не совсем тяжело. Вообще, на изи мы сейчас это всё делаем. Где-то щеночка и ищем. Щеночка здесь, конечно же, нету. Ох ты, блин, толстяк ещё и прыгнул. Ну, ладно. Разрешаем сегодня зомбям пошалить. Щеночка мы здесь не наблюдаем. Я так понимаю, что вот этот ящик с надписью ARMY всё-таки будет сегодняшним моим призом, утешением. Крутым лутом, который... Охо, радует глаз. Всё-таки доступен новый модуль. Не совсем плохой, редкий. Два заряда С4. Так как я и говорил, целый сетик брони спецвойск. Ну, Кольт и М16. Бывало получше, но, как говорится, она без рыбьи и рак рыба. И я понимаю, что такого рода лут тоже годен. Годный лутец. Годный. Лутать такие бы дискетки ежедневно, ни в чём себе не отказывать. Или даже ещё лучше два раза в день было бы отлично. Но дискету добыть уже не так уж и легко. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите обязательно палец вверх. Не забывайте подписываться на канал, если заранее это ещё не сделали. И также обязательно пишите годный комментарий. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.